Как написать рабочее резюме для проекта, для компании, для себя, какие особенности его описывают и на что нужно сделать акцент, на чем сфокусироваться при его создании. Итак, давайте начнем. Прежде чем начать, я хотела бы вам предложить посмотреть небольшой видеосюжет из фильма «Стажер». Как писал Фрейд, любовь и работа, работа и любовь. Вот основа счастья. Что ж, я вышел на пенсию, и моя жена умерла. В связи с этим у меня появилось много свободного времени. Это произошло три с половиной года назад. Мне безумно не хватает. Выход на пенсию оказался испытанием для моих творческих способностей. Поначалу я радовался новизне, такое чувство, будто школу прогуливаешь. Я израсходовал накопленные мили, объездил весь свет. Но беда в том, что где бы я ни бывал, я понимал, что никто меня там не ждет. Я пришел к выводу, что самое главное продолжать двигаться, выходить из дома куда-то идти, неважно куда. В любую погоду в 7.15 я прихожу в «Старбакс». Извините. Простите, к вам можно? Конечно. Спасибо. Здесь я чувствую себя в гуще событий. Эти ребята не технари. Чем я занимаюсь в оставшееся время? Гольф, книги, фильмы, перферансы, еще йога, кулинария, садоводство. Начал учить китайский. Жан Зиньуа, Ла, Жема Ду, Жигуа Ла. Перевожу. Чем я только не занимался. И, само собой, я бываю на похоронах. Чаще, чем хотелось бы. В последнее время я путешествую только в Сан-Диего, навестить сына и его семью. Они чудесные. Я в них души не чаю. Но, если честно, мне кажется, я уже немного злоупотребляю их вниманием. Только не подумайте, что я несчастен. Совсем наоборот. Просто в моей жизни образовалась дыра, и мне нужно заполнить ее. Поскорей. Вот почему сегодня, бродя по рынку, я обратил внимание на ваше объявление. Пенсионеры, приходите стажироваться. Бен, а я думаю, ты, это не ты. Привет. Привет. Что там у тебя? Какая-то компания ищет стажеров пенсионного возраста. Посмотрим. Соискатель должен быть немало уже 65 лет. Быть хорошим организатором, интересоваться онлайн-коммерцией, что бы это ни значило, и готовь трудиться, не покладая рук. Компания называется Ателье Остин. Это та фирма, которая... Да-да-да, они купили старое фабричное здание на Red Hook. Дочь говорит, они продают одежду через интернет. Понятия не имею, как это работает. Ну, к ним не так просто попасть. Надо разместить заявку в интернете. Обычное резюме устарело. Расскажите себе посредством видео. Загрузите его на YouTube или Vimeo в формате или Move, или AVI, или MPG. С нетерпением ждем знакомства. Что ж, весьма своеобразно. Я не понимаю, на каком языке это написано. Какие планы на вечер? Замороженная лазанья, полуфабрикаты. Я могу приготовить салат. Устроим ужин на двоих. Помнишь, как в тот раз? Больше ты не приходила. Уже почти полгода прошло. Да, обязательно надо вместе поужинать. Только давай, не сегодня. Ты такой милый. Ну, что ты. Невероятно милый. Ну, увидимся. Не затягивай, малыш. Ты не молодеешь. Я знаю. Да. Да. Итак, я предлагаю вам рассмотреть мою кандидатуру на должность стажера, потому что, поразмыслив, я понял, что это отличная идея. Я буду рад снова приходить куда-то каждый день, заниматься общим делом, ставить перед собой новые задачи. Я соскучился по всему этому. С техникой мне еще предстоит разобраться. Я звонил 9-летнему внуку, чтобы выяснить, что такое USB. Но я справлюсь. Я люблю учиться. Я всю жизнь был предан компании, в которой работал. Я ответственный и умею работать в условиях кризиса. Здорово, что вы находитесь в Бруклине. Я прожил тут всю жизнь и вижу, что я уже недостаточно продвинут для жителя Бруклина. Я читал, что музыканты уходят со сцены, когда душа перестает петь. Что ж, моя душа еще поет, заявляю, с полной ответственностью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я нашла ваш размер синего цвета. Да, конечно. Да, посылка уже должна была прийти, я сейчас проверю трекинг. Да, все правильно. Самое ближайшее время. Так, у вас шесть подружек-невесты. И вы заказали шесть шифоновых платьев Антуанетта розового цвета. Свадьба через три дня. А вам привезли платье темно-серого цвета. Которого у нас даже в продаже не бывает. Ладно, давайте сделаем вот что. Я позвоню в отдел доставки и все исправлю. Я лично проверю платье перед отправкой. И я обещаю, что вам доставят их в пятницу, не позже девяти вечера. Ладно? Запишите мой мобильный. 718-555-0199. О, это вам спасибо за ваше терпение. Вы... Да, мы вернем вам всю сумму. Это... Да? Нет. Послушайте, вычеркивайте это из списка дел. Я все решу. Рэйчель, желаю вам счастья. Кошмар, как это могло случиться? Джоулс, я опять куда-то опоздала? Да, это верно. Когда сама отвечаешь на звонки, столько всего узнаешь. Это бесценный опыт. Где мне надо быть? Значит так, тебя Кэмерон ждал, но уже ушел. Он вернется к двум. А, дизайнеры ждут заверить картинку на завтра. Встреча в 11 будет проходить в большой переговорной. Тебя ждут в бухгалтерии. И еще ты написала в 4 утра, что надо что-то обсудить. Да, совсем забыла. Хочу добавить опцию, чтобы подружки вместе делали покупки онлайн. Чтоб им повеселее было. Ага, хорошая мысль. Ой, ты готова перезвонить маме? Я ведь за рулем. Поздравляем! Джоулс, иди к нам. Мой бардак, прямо посреди офиса. Нет, не надо. Не клади сюда. Итак, вы обратили внимание на то, что в фильме «Стажер», я думаю, что вы его смотрели. Если вдруг вы его не смотрели, обязательно посмотрите этот фильм. Этот фильм очень интересен. Есть главный герой. Сейчас немножечко спойлера будет чуть-чуть. Главный герой, который после того, как вышел на пенсию, решил все-таки устроиться на работу. И он попадает на вакансию, которая предполагает поступление в достаточно молодой коллектив. И этот коллектив, руководитель этого коллектива, для того, чтобы выбрать человека на нужную ему вакансию, предлагает составить современное резюме в виде видеопрезентации, видеовизитки. И закономерный вопрос, что такое резюме, какие формы могут быть этого резюме, и, соответственно, в чем его основная особенность. В самом видеоролике нужно было составить небольшую презентацию себя, для того, чтобы у работодателя появилось желание пригласить данного человека на собеседование. У резюме ровно такая же роль – пригласить человека на собеседование. Итак, резюме, что это такое, для чего оно нужно, как его писать и в чем его основной смысл. Информацию о том, как писать резюме, мне бы хотелось начать с главного, на самом деле, слайда, посвященного этой теме. Это создание персональной своей стратегии. На протяжении всего онлайн-курса мы, на самом деле, с вами говорили про вашу персональную стратегию в выборе профессионального пути. Тот же самый алгоритм вы можете применять к написанию резюме. Я немножечко в другом ключе его сейчас вам подсвечу. Первое, на что вы должны обратить внимание, это то, что для вас является приоритетным в вашей жизни. В данном случае, если мы говорим о поиске работодателя, приоритеты расставляются в соответствии с вашими интересами, в соответствии с вашими пожеланиями, в соответствии с вашими возможностями. Приоритеты – это то, как вы распределяете свое время в вашей жизни для необходимых вам каких-то действий. Следующий элемент персональной стратегии – это те ценности, которыми вы руководствуетесь. Достаточно серьезный вопрос, тем не менее, этот вопрос очень важен с точки зрения своего развития. Что для вас важно в выборе профессии? Что для вас важно отразить в вашем резюме, чтобы вас захотелось пригласить на собеседование? Что вам важно отразить в вашем резюме относительно вашей личности, чтобы с вами захотели пообщаться и пригласить, например, вас на стажировку? Это очень важный момент, который также резюме включает в себя. Следующий элемент персональной стратегии – это наша с вами мотивация. Почему я хочу это делать? Что меня вдохновляет на эту работу? Что меня вдохновляет идти в вашу компанию на стажировку? Также важно понимать, чем вы руководствуетесь, когда вы принимаете какие-то решения. Про мотивацию очень важно говорить, очень важно ее заявлять, потому что как раз активность ваших действий показывает вам, насколько вы заинтересованы в той компании или в том проекте, в который вас хотят пригласить. Ваше видение и ваши миссии – это следующие элементы. На самом деле можно было с них начать. Про миссию скажу, что это основной смысл того, что вы делаете. Мы тоже с вами говорили в нашем курсе об этом. То есть в чем смысл того, что вы делаете, в чем основная миссия, к чему вы идете в вашей жизни. Ну и видение того результата, который вы хотите реализовать, выполняя определенные профессиональные задачи. Давайте чуть-чуть поподробнее рассмотрим еще очень важные моменты, которые укладываются в нашу персональную стратегию. Итак, если мы говорим о том, что мы с вами составляем резюме для того, чтобы спланировать и реализовать свою профессиональную карьеру, то приоритеты мы здесь затачиваем на то, а что в вашей карьере вам наиболее важно. Здесь сразу мы с вами возвращаемся к первой нашей теме, когда мы с вами говорили о постановке профессиональных целей. Что для вас приоритетно? Это достижение каких-то материальных результатов, это реализация своей экспертной позиции, это ваш просто сейчас познавательный интерес, который позволяет вам напитаться профессией и уже более осознанно выбрать то направление, которым вы хотите заниматься на протяжении всей вашей жизни. Ценности. Обязательно сформировать ценности карьеры. То есть ценности вашей жизни, там, свобода, любовь, дружба, справедливость и ценности вашей карьеры. Будут ли ценности вашей карьеры совпадать с вашими жизненными ценностями? Выделите те ценности, которые совпадают, и уже на этом делайте акцент, когда вы описываете себя как специалиста. Следующий элемент, который, безусловно, важен в поддержке этой персональной стратегии, это то, как вы будете сохранять баланс. По факту, это речь идет о тайм-менеджменте вашей жизни. То есть ваши планы, ваши возможности, ваше время, которое вы тратите на реализацию ваших планов, ваше время, в котором вы учитываете вашу текущую жизнь именно как человека. Ну и, конечно же, очень важно в вашей персональной стратегии посмотреть на то, какие ресурсы у вас есть. Ну, деньги. Ну, на текущий момент, наверное, это все-таки деньги, которые зарабатывают ваши родители. Возможно, вы уже занимаетесь какой-то своей предпринимательской деятельностью, у вас есть деньги на карманные расходы. Это тоже очень важно. Потому что, например, если вы будете, ну, например, если вы устроитесь на стажировку в какую-то компанию, которая является отдаленной от того места, где вы живете, элементарно вам понадобятся ресурсы для того, чтобы добираться до этого места. Да? Ну, то есть эти важные моменты. Какие ресурсы еще могут быть? Ресурсами могут быть время, да? То есть сколько времени вы тратите на какие-то действия, сколько времени вы тратите на то, чтобы решать какие-то учебные задачи, при этом выполнять задачи, которые вам предложили на стажировке. Следующим ресурсом является ваша способность или ваш талант. Ну, то есть то, что необходимо для того, чтобы выполнять профессиональные задачи. Да? Все предыдущие наши задания и упражнения вы как раз сделали для того, чтобы выявить ваши интересы, выявить ваши таланты и получить какую-то уже более широкую картинку ваших ресурсных способностей. Ну, и очень важным ресурсом является ваше внимание. Где ваш фокус внимания? Ну, то есть мы смотрим на неудачи или мы смотрим на то, что эти неудачи – это просто этап, и это наш опыт. Мы смотрим на достижение цели или мы смотрим то, что я сейчас не хочу ничего делать, потому что я сейчас хочу заниматься чем-то другим. Ну, то есть ваш фокус внимания будет определять, насколько вы будете успешно проходить вот этот карьерный путь. И это тоже персональная стратегия, которая также связана с тем, как вы позиционируете, представляете себя в резюме. Резюме – это способ показать свои преимущества по отношению к другим. Если мы говорим про рынок труда, это способ, чтобы вас выделили на фоне других кандидатов и пригласили на собеседование. Об этом я уже говорила. Резюме – это способ проявить свои ключевые способности и показать миру, на что вы способны. Резюме – это инструмент, который вовлекает и заинтересовывает в вашей личности того человека, который ваше резюме читает. И это тот способ, который позволит вам проявить вашу активность, проявить вашу инициативу и, соответственно, заострить на вас внимание работодателя. Ну, или той компании, где вы, например, хотите пройти какую-то стажировку. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня все-таки мир конкуренции. И очень важно понимать, на каком уровне вы можете выделиться. Вообще, в принципе, мы себя продаем каждый день. Мы продаем свои способности, мы продаем свои навыки, свои компетенции. И, конечно же, мы продаем свою энергию в условиях достаточно жесткой конкуренции. Ну, это действительно так, потому что сегодня борьба за таланты. Сегодня есть очень важный момент в нашей жизни – это кадровый голод. И, конечно же, многие работодатели сегодня заинтересованы в том, чтобы выстраивать отношения с учебными заведениями, начиная вплоть с детского сада, чтобы готовить себе на смену специалистов, гарантированно, которые придут в компанию. Сегодня действительно среди специалистов жесткая конкуренция. И среди работодателей жесткая конкуренция за специалистов. И вот этот момент нужно учитывать. Поэтому от того, насколько вы сейчас уже правильно сделаете выбор и выполните какие-то действия, будет зависеть тот результат, который вы получите через какое-то время. Вы очень четко для себя должны понять и уметь ответить себе на вопросы. В чем вы первый? То есть какие ваши особенности, какие ваши идеи являются прямо вот сегодня самыми такими ноу-хау, то есть имеют вау-эффект. И они действительно те, которые принадлежат только вам, и вы впервые об этом подумали. Это такой инструмент самоанализа для того, чтобы действительно предложить себя в самом лучшем свете. В чем вы единственный? Ну, например, вы решали примеры по математике, вам давали алгоритмы, формулы, но вы каким-то образом научились выводить эти формулы сами в уме. Ну, в этом вы единственный, например, в классе, и это действительно ваше преимущество. Например, вы что-то сделали руками, и это действительно единственный в мире, ну, давайте в мире, помечтаем об этом, в мире способ, который позволяет, например, обрабатывать какое-то дерево, да, или обрабатывать какой-то материал. Ну, то есть в чем вы единственный? Что действительно вас отличает от других людей, умеющих делать то же самое? Что делаете вы такого, что не умеет делать другой человек? Ну, и, конечно же, очень важно вот эти вопросы держать в уме. Вообще очень важно даже писать ответы на эти вопросы для того, чтобы структурировать себя и увидеть, что на самом деле в вашей уникальности есть очень много того, что будет ценно работодателям. Еще очень важный такой момент перед тем, как мы уже перейдем к структуре, к видам резюме, это то, что мы должны тоже с вами понимать. Мы с вами находимся в системе конкуренции, поэтому мы находимся в системе продаж. Работодатель является покупателем. Клиент является покупателем, мы являемся продавцами. Мы, как специалисты, продаем себя, свои компетенции, навыки. Я об этом чуть выше говорила. Резюме – это первый этап продаж. Основная задача – максимально классно продать себя, максимально классно продать то решение, которое вы можете предложить компании. Здесь очень важный момент. Вы продаете не себя, вы продаете решение. Вы продаете работодателю или компании, которая предлагает вам стажировку, ваши компетенции, позволяющие улучшить их деятельность. Как только мы… Вот это как раз тот фокус внимания, про который я говорила ранее. Как только мы с вами начинаем уходить в продажу себя, я такой вот, я вот такой и вообще вот я еще вот такой, мы перестаем быть интересными, потому что нам не важно, какой человек с точки зрения, вот как он себя видит, а нам важно, что он может нам, как компании, предложить с точки зрения решения наших задач. Это очень важный момент. И, безусловно, здесь вы должны для себя ответить на вопрос, а вообще вдохновляет ли вас мысль решить проблему другой компании, решать проблемы работодателя. И как только вы для себя ответите положительно, вы уже будете четко понимать, как те особенности, уникальности и способности вы можете переложить на действия, которые позволяют решать какие-то задачи. Это очень такой тоже интересный ход с точки зрения написания и составления резюме. Поиск работы, поиск проектов, поиск каких-то компаний, поиск работодателя – это всегда продажа. Я прямо вот с этого, на этом хочу заострить наше с вами внимание. И мы, продавцы, мы должны уметь реализовывать продажи, заинтересовывать наших клиентов в том, какие мы уникальные, какие уникальные задачи мы умеем решать. Резюме – это очень хороший способ создать классный продающий текст. Ну, то есть, и плюсом, если мы еще к резюме добавляем сопроводительное письмо, то очень классно мы можем показать и свою мотивацию. Почему нам это интересно, почему мы хотим в этом развиваться, почему мы хотим делать то, что непосредственно от нас требует работодатель, почему мы можем приложить все свои усилия для того, чтобы получить качественный результат. Цель резюме в этих продажах – быть приглашенным на собеседование. Это первый этап, это первый такой звоночек, это прямо такое управление нашими впечатлениями для того, чтобы создать желание пригласить человека на разговор. А вот на собеседование там действуют уже другие технологии. Ну, и там тоже есть правило, как его проходить. Мы с вами смотрели небольшой ролик в рамках нашего курса, как раз когда мы говорили о профессиях «Человек-человек», небольшой сюжет о том, как не надо вести себя на собеседовании, о том, как не надо проводить это собеседование. И вот как раз, наверное, вы тоже на это обратили внимание, что одной из ошибок проведения, прохождения собеседования является вот, ну, как бы чрезмерная зацикленность на себе. Ну, вот сделайте вывод из этого урока и, соответственно, делайте по-другому. Итак, цель резюме – приглашение на собеседование. И есть очень важные критерии, которыми мы можем с вами руководствоваться, когда мы пишем резюме. Первое – это краткость. То есть резюме не должно быть на 10 страницах. Ну, наверное, скорее всего, сейчас у вас оно не будет большое, да, в силу того, что у вас еще все-таки небольшой опыт, но, тем не менее, оно должно быть краткое, емкое, концентрированное. И самое главное – оно должно быть аргументированное. Что должно сказать ваше резюме? Первое – да, мы должны получить как работодатель или как компания, которая реализует проект, например, со школьниками, кто вы такие, в чем вы уже на текущий момент профессионал. Ребят, не смущайтесь и не стесняйтесь говорить о том, что вы умеете. Профессионализм, он возможен в разном возрасте. То есть не только когда вы уже 25 лет поработали на одном предприятии, вы заработали какой-то свой профессиональный опыт, вы становитесь профессионалом. Нет. Профессионалом человек может становиться, начиная с того момента, когда он осознал, что он хочет быть профессионалом. Поэтому не стесняйтесь говорить о своих способностях, о своих возможностях. Итак, в чем вы профессионал? Что вы уже умеете делать такого, о чем мы даже не задумывались? Можете ли вы, например, решить какие-то конкретные задачи, которые будут от вас требоваться, например, в проекте или на стажировке? Следующий момент или следующий вопрос, на который должен ответить ваш резюме – это ваш трудовой путь или ваш учебный путь, и кто на вас повлиял. Вспомним нашего персонажа Геннадия. То есть он изучал русский язык, изучал литературу, потому что его вдохновлял педагог. И вот как раз для Геннадия, если бы он, например, отвечал на эти вопросы, скорее всего, был бы как раз примером его педагог, который повлиял на его заинтересованность. И мы сами делали тоже такое достаточно интересное упражнение, когда мы говорили о том, какой сказочный герой, например, повлиял на вас, и какие качества вы могли бы взять себе. И вот здесь как раз вы можете это для себя разложить. То есть ваш трудовой путь, на вас влияли какие-то люди, они предлагали вам вот такие варианты развития событий, вы это использовали, и, соответственно, в резюме вы говорите о том, каким результатом вы пришли. какие качества, ваши качества влияют на ваш профессиональный выбор или на вашу будущую карьеру. Какие личностные особенности вы уже сейчас можете в себе выделить. Ну и, конечно, в резюме должно быть все взаимосвязано, все последовательно и все соответствует друг другу. То есть в резюме мы должны показать взаимосвязи, и, соответственно, мы как работодатели или как руководители проектных групп, которые работают с школьниками, должны увидеть эту взаимосвязь. Ну и, конечно, гибкие навыки и интересный вопрос-хобби. Как вы думаете, друзья мои, вот здесь я задам вопрос, буквально дам вам минутку на то, чтобы вы на этот вопрос ответили. Есть ли у вас хобби? И давайте так, есть ли у вас хобби, и как вы считаете, нужно ли отвечать на этот вопрос в резюме? Нужно ли в резюме указывать хобби? Я думаю, что вы этот ответ себе дали. Давайте как бы подумаем. Если вы сказали, что хобби не нужно, вы частично правы. Те, кто ответил «да» на вопрос, нужно ли указывать хобби в резюме, вы тоже частично правы. Объясню, что я имею в виду. Смотрите, хобби надо указывать в резюме, потому что это раскрывает вас как личность. Но есть очень важные условия. Если ваше хобби как-то соотносится с теми задачами, которые будут от вас требоваться на рабочем месте, тогда вы это резюме указываете. Если ваше хобби никак не связано с тем, что от вас будет требоваться в рамках задачи, которые нужно выполнять либо в проекте, либо уже на рабочем месте, такое хобби указывать не нужно. Объясню, почему. Например, нам требуется высококоммуникабельный специалист по продажам, человек, который умеет выстраивать отношения с другими людьми, который умеет находить нестандартные решения. И, например, я прописываю как потенциальный кандидат на данную вакансию в резюме своих хоббий и пишу, что я люблю вышивать крестиком. Я сейчас немножко сознательно утрирую, чтобы вы поняли сам смысл. Вышивание крестиком. Где в этом хобби я показываю, что я умею работать с людьми? Это скорее хобби, которое характеризует меня как интровертированного человека, который, да, умеет сфокусироваться на задачи, потому что вышивание крестиком – это очень кропотливый труд, но при этом оно никак не показывает, что я вообще жажду и у меня есть желание общаться с другими людьми. Поэтому скорее здесь на это посмотрят более негативными глазами, нежели все-таки сделают ставку на это хобби. Поэтому хобби описывать нужно, но нужно смотреть, какой интерес или какое хобби все-таки как-то подчеркивает ваши личностные характеристики, нужные для данного проекта или для данной вакансии. Итак, есть разные виды резюме, но давайте перед тем, как переходить к разным видам резюме, мы с вами посмотрим некоторые формальные требования к его написанию. Во-первых, резюме должно быть написано в текстовом формате. В этом случае вы должны использовать, естественно, программные продукты, например, это Word, где вы спишите текст. Это, например, Google Doc, либо там Page Apple, если вы пользуетесь, собственно, MacBook. Собственно, текст – это важно, потому что не должно быть... Текст – это важно, это структурирование информации, и мы, естественно, сразу его читаем. Здесь тоже небольшой лайфхак. Для того, чтобы составить текстовое резюме, вы также можете воспользоваться, например, шаблоном, который дает профессиональный портал HeadHunter.ru. Вообще, современные специалисты по работе с персоналом, они любят этот шаблон, и там можно очень хорошо увидеть уже структурирование информации. Но поскольку вы начинающие специалисты, я прямо очень сильно рекомендую писать резюме сначала вне шаблона, то есть я вам сегодня дам некоторые алгоритмы того, как пишется резюме, разные формы, а потом уже, когда вы наработаете этот свой навык, вы уже можете пользоваться существующими шаблонами и оформлять информацию, соответственно, в рамках этих шаблонов. Само резюме, текст, если вы его оформляете сами, ну, даже если вы используете шаблон HeadHunter.ru, не должно содержать никаких скрытых таблиц. Это тоже очень важный момент, потому что скрытые таблицы при оформлении, при передаче, например, при отправке в электронной почте, они могут текст смещать, и это очень нечитабельно. Поэтому, даже если вы используете скрытые таблицы, чтобы заполнить какие-то пустоты, то лучше тогда экспортировать данный документ в PDF-формат, для того, чтобы, соответственно, он открывался одинаково на всех операционных системах наших компьютеров. не использовать Excel и не использовать PowerPoint, ну, или аналоги презентационных платформ, для того, чтобы составить резюме. Это текст, который читается однозначно. И желательно, чтобы объем резюме не был больше одной-двух страниц формата А4, ну, потому что третью, четвертую и так дальше страницы, скорее всего, читать не будут. У меня в моей практике был опыт, когда я читала резюме, человек, который его отправил на 10 страницах. Ну, естественно, мне было из любопытства интересно почитать, что там написано. Ну, в данном случае вывод был сделан, что все остальные страницы, они просто описывают его публикации, и никакого такого содержательного, смыслового формата он не имел. Поэтому мне было любопытно, согласитесь, что люди, которые заняты, поскольку я занимаюсь этой деятельностью, а вот люди, которые заняты, допустим, отсматриванием резюме, у них такого временного люфта нет, поэтому, естественно, они не будут читать такие большие тексты наших с вами резюме. Как я уже говорила, резюме, оно должно быть взаимосвязано. Давайте сначала мы посмотрим о той структуре, которая может содержаться в нашем резюме. На слайде вы сейчас видите эту структуру. Первое, что должно содержать резюме? Резюме должно содержать биографическую информацию. Дальше в резюме должно быть обязательно краткое описание вашего профессионального опыта, в котором вы описываете ваш трудовой путь, и самое главное, каких результатов добились, и что вам помогло их добиться. В данном случае, поскольку вы школьники, вы будете описывать не трудовой путь, а вы здесь можете описать свою учебную деятельность, и, например, какие-то интересные результаты, которые вы достигли, реализовывая какие-то учебные проекты. Или, например, вы участвовали в Олимпиаде, вы тоже можете здесь отметить, что вы принимали участие в Олимпиадах и получили какую-то определенную награду или какое-то определенное достижение. Следующий элемент, который может содержаться в резюме, это ключевые навыки и компетенции. То есть те способности, те навыки, которые вы уже наработали на протяжении вашей учебной деятельности, те компетенции или действия, которые вы уже осуществляли в рамках учебной деятельности, здесь важно отразить. Следующий элемент — это карьера. Ну, последнее или текущее место работы, предыдущее и так дальше. На первом месте мы отмечаем то последнее место работы, которое было. Опять же, ребят, вы, поскольку еще не имеете опыта работы, скорее всего, то здесь вы можете также соединить с кратким описанием вашего профессионального опыта, более детально описать, например, какие-то реализованные проекты. Например, в рамках урока литературы вы делали какой-то исследовательский проект по биографии какого-то литературного автора или литературного героя. Пожалуйста, опишите в карьере именно этот проект, именно как проект, который вы завершили от начала до конца и получили результат. Ну и, соответственно, опишите его через какие-то действия. Следующий шаг — это ваше образование и повышение квалификации. Вообще все то, что вы получали в течение вашей жизни, ну, в данном случае вы здесь описываете, что вы школьники, да, здесь можно описать как бы направленность школы, если такая направленная школа есть, ну, например, специализация в области изучения математики, в области изучения иностранных языков и так далее. Плюс, соответственно, здесь вы можете также указать, может быть, какие-то дополнительные платные или бесплатные курсы вы проходили. Ну, поскольку у вас очень много занятий, здесь также вы можете указать какие-то определенные кружки, которые вы посещаете для того, чтобы как-то усилить свои компетенции. Следующий элемент в резюме, в структуре резюме – это, безусловно, ваши личные качества. То есть вы целеустремленный, коммуникабельный. И здесь тоже очень такая серьезная рекомендация. Ребят, не пишите то, чего нет. Пишите то, что есть реально. И то, что, как вам кажется, будет интересно вашему потенциальному партнеру или работодателю. Очень важно, чтобы вы действительно соответствовали тому, что вы пишете. Ну, давайте предположим, что вас после этого резюме пригласили на собеседование по реализации какого-то проекта на стажировке. Вы приходите на собеседование, и человек, который будет организовывать этот проект, начинает вам задавать вопросы. Вы в своем резюме написали, что вы целеустремленный, вы активный, вы инициативный, вы умеете ладить с разными людьми. А при любом вопросе, который вам задают, вы не демонстрируете этих характеристик. То есть вы стесняетесь, молчите, не отвечаете на вопросы. Более того, когда вас спрашивают о том, ну, как вы видите, допустим, реализацию, ну, как вы видите, как наш проект может завершиться, вы не демонстрируете никакой целеустремленности. Ну, конечно же, тогда будет сделан вывод о том, что вы немножко слукавили при написании резюме. Старайтесь писать то, что действительно есть у вас, то, чем действительно вы описываетесь, описываетесь, то, чем вы можете гордиться с точки зрения ваших качеств. Например, да, вы действительно занимаетесь очень серьезной аналитикой, у вас аналитический склад ума. Да, вы менее коммуникабельны, но вы умеете анализировать большой объем информации. Напишите это в личных качествах, это вам очень сильно поможет в будущем. Отдельным шагом можно написать про иностранные языки, например, знания иностранных языков. Сегодня на этот пункт тоже обращают внимание. Ну и седьмым пунктом является хобби. Про хобби я уже прокомментировала. А теперь очень важно, что эта структура резюме – это не просто написанная структура в последовательности. Это взаимосвязанные между собой элементы. Вот вы сейчас увидели первую стрелочку взаимосвязи. Ваша карьера и краткое описание вашего профессионального опыта. Как я уже сказала, вы здесь можете соединить, потому что вы еще школьники, у вас особо, например, нет какого-то прям профессионального опыта, но у вас есть, например, результаты, которые вы добились при реализации каких-то школьных проектов. Отлично. У вас ваше краткое описание и результаты реализации вашего проекта должны быть отмечены именно вот в пункте карьеры. То есть то, что вы делали, это действительно учебный проект или там несколько учебных проектов, и проекты и результаты соответствуют друг другу. Следующий шаг – это то, какие компетенции вы нарабатываете. Ну и, соответственно, если вы уже человек, который имеет опыт и имеет какое-то большое образование, то здесь, конечно, наша связка карьеры с образованием должна соотноситься. То есть то, что вы получаете дополнительно, как-то показывает ваш карьерный путь, ну, подтверждает ваш карьерный путь. Здесь вы можете написать все эти курсы, которые вы проходили, бесплатные тоже, может быть, какие-то интересные профессиональные ролики на YouTube вы находили. Здесь это тоже можно написать, что был ознакомлен с тем-то, с тем-то. Но вот эта образовательная история, она должна показать то, как это вам помогло в реализации тех проектов, которые вы указывали выше. И обратная связь, да, соответственно, образование подтверждает карьеру. Карьера подтверждает ключевые навыки компетенции. Ключевые навыки компетенции подтверждают наш профессиональный опыт и те результаты, которые мы получили, его проходя. Ну, то есть это постоянная взаимосвязь между разными элементами. И самое главное, именно по этой взаимосвязи мы, как работодатели, принимаем решение брать вас на стажировку, на работу, брать вас в проект или не брать. Какие виды резюме бывают? На слайде вы сейчас видите перечень вариантов резюме, которые сегодня имеют место быть. Ну и плюс отдельно на этом же слайде показано еще одно направление, да, это сопроводительное или мотивационное письмо. Давайте будем по порядку с вами разбираться, что это такое. Первый вид резюме – это хронологическое резюме. В чем заключается его суть? Как правило, хронологическое резюме описывается последовательностью прохождения определенных видов деятельности в определенных компаниях. То есть мы составляем хронологию того, как развивалась наша карьера. Естественно, мы сначала описываем цель, для чего мы пишем это резюме. Дальше мы описываем контактную информацию, да, и какие-то личные данные, где нас можно найти, по каким телефонам. Мы описываем нашу квалификацию или краткий опыт, который у нас уже профессионально сформировался. А дальше мы описываем опыт работы в хронологическом порядке, или проекты, которые вы реализуете в хронологическом порядке. То есть год сферодеятельности, год сферодеятельности, год сферодеятельности. Если вы уже умеете какой-то опыт, соответственно, еще указывается должность. Следующим шагом являются образование, личные какие-то интересы, умения, ну и потом, соответственно, дополнительные разделы, хобби и какая-то, может быть, еще дополнительная личная информация. Главное понимать, что это хронология, которая должна сопровождаться либо сопроводительным письмом, либо мотивационным письмом. Что такое в данном случае сопроводительное мотивационное письмо? Это те дополнительные документы, которые раскрывают вашу заинтересованность в этом работодателе. Да, вы показали хронологию прохождения вашим, ну, вами проектов каких-то или каких-то, может быть, уже видов работы или стажировок. Может быть, такая будет практика у вас. И, соответственно, в этой хронологии мы не видим, ну, на самом деле, сути содержания. Поэтому в сопроводительном письме или в мотивационном письме вы эту суть содержания показываете. Вы говорите о том, что вам интересно, да, попасть к этому работодателю, потому что вы заинтересованы вот с такими задачками поработать. Вам интересно это, потому что в вашем опыте есть уже вот такие процессы. И вам это интересно, потому что вы помогаете тем самым развиваться вот там компанией, ну, и вам хочется просто попробовать для того, чтобы выбрать свою профессию. Ну, то есть мотивационное сопроводительное письмо – это очень важный элемент. Да, это наша, еще раз повторю, мотивация для того, чтобы показать, да, свою вовлеченность именно в профессию. Следующий вид резюме – это функциональное резюме. Оно отличается от хронологического тем, что вместо хронологии дат мы описываем именно опыт реализации каких-то проектов или опыт работы по тем результатам, которые мы получили и по тем функциональным задачам, ну, или как бы действиям, которые мы делали в рамках выполнения этих работ для того, чтобы, соответственно, справиться с этими задачами. Как правило, структура остается прежней, да, то есть какие-то контактные данные, краткая какие-то, да, информация о себе, цель, для чего я хочу получить эту работу. И дальше уже идет описание через как раз действия. Ну, то есть, например, я в проекте выполняла роль координатора, я, соответственно, описываю, как я эту роль выполняла, каким результатом я, выполняя эту роль, пришла. То есть я там выстраивала коммуникацию между всеми участниками проекта, я взаимодействовала непосредственно с руководителем проекта, я делала то-то, то-то, и результат был такой, что проект был реализован в сроке, каждый выполнял свои задачи, и, соответственно, мы получили оценку «отлично». Ну, то есть вот в таком ключе можно, соответственно, тоже представить себя и тем самым показывая, что вы умеете делать, каким образом вы это умеете делать. На мой взгляд, вот этот вариант резюме как раз будет полезен вам сейчас с точки зрения вашего секущего опыта, потому что, ну, хронологию, скорее всего, ну, будет не сильно так презентабельно и сильно интересно, потому что у вас еще мало хронологии, у вас еще нет такого большого опыта работы. А вот функциональное резюме, оно вам дает возможность показать себя в самом лучшем виде. Ну, еще третий вариант, когда мы хронологию совмещаем с функциональной частью, то есть мы описываем, когда мы работали, что мы делали, какую должность выполняли, и так последовательно соединяя функциональные действия и, соответственно, некоторые временные границы, когда мы выполняли те или иные задачи. Поэтому, ребята, присмотритесь в этом вопросе все-таки к функциональному резюме, для того, чтобы уже научиться его делать. А сейчас я хочу вам предложить посмотреть небольшой видеосюжет из достаточно старого фильма, который называется «Курьер». Обратите внимание на то, как вел себя молодой человек, которого попросили написать о себе. Ну, это такой небольшой пример того, как можно сделать ошибку и, соответственно, не понравиться будущему работодателю. Итак, смотрим. Наполни анкету и напиши автобиографию. А как ее писать? Когда и где родился, кто родители, где учился и так далее. В общем, кратко запиши свою жизнь. Здесь можно сесть? Садись. Продолжение следует... Написал? Давай почитаем. Я родился в провинции Лангедок в 1668 году. Мой род, хоть ныне и обедневший, принадлежит к одним из самых славных и древних семейств королевства. Мой отец, граф Дебресак, сражался в Голландии в полку господина Лаваля, был ранен копьем Прясадди Монферрата, на стенах которого он первым водрузил королевское знамя. До 17 лет я жил в родовом замке, где благодаря заботам моей матушки баронессы де Монжу был прилично воспитанный и получил изрядное образование. Ныне расставшись своими дорогими родителями, дабы послужить отечеству на поле брани, прошу зачислить меня в роту черногвардейцев его величества. Ну что, вы увидели, что захотел молодой человек немножко приукрасить себя, показать о том, какой он креативный и творческий, говоря современным языком. Тем не менее, это вызвало только недоумение у данного работодателя, и он попросил его переписать уже более формально, соответственно, резюме. Ну, автобиографию, если мы говорим сюжетом из фильма. Вот здесь очень важно, ребята, понимать, что с одной стороны действительно вы можете приукрасить, и вот давайте представим, что работодатели, вот молодой человек, который устраивался на работу курьером, они бы не встретились. Ну, то есть я как работодатель или он как работодатель смотрели бы просто резюме по тому тексту, который был получен. Конечно, я бы сделала вывод, ну, совершенно точно, как точно сделал вывод этот герой, работодатель в этом сюжете, о том, что, ну, как бы неинтересен мне такой человек, и я бы не захотела его пригласить на работу. Личный контакт, конечно, нивелировал все эти негативные какие-то характеристики, и поэтому ему дали возможность переписать, но, тем не менее, старайтесь все-таки не делать таких ошибок. Ну, то есть, да, вы можете чуть-чуть приукрасить, но вы должны будете отвечать за свои действия, то есть нести некоторую ответственность за то, что вы написали, и должны будете соответствовать, если вы хотите, чтобы вас пригласили, например, на стажировку или в какой-то проект. Итак, мы с вами посмотрели на структуру резюме, мы с вами поговорили о том, какие формы и виды резюме бывают, мы с вами поговорили о том, какие взаимосвязи могут выстраиваться внутри резюме, и все-таки мы с вами определили, что резюме – это элемент нашего с вами позиционирования, простым языком, это инструмент продаж наших с вами компетенций под те задачи, которые нужны работодателю. Ну, и если подводить такой небольшой итог, что нужно для того, чтобы позиционирование действительно соответствовало тому, что есть у вас, и отвечало требованиям работодателя. Ваши резюме, да, и если мы дальше говорим о сопроводительном письме, должны показывать работодателю или руководителю проекта однородный образ о вас. Ну, то есть в голове у человека, который читает ваше резюме, должно сложиться определенное описание вас как специалиста и определенное описание вас как личности. Причем здесь должны учитываться три очень важных элемента. Это эмоциональность, ну, то есть должна появиться эмоция позитивная, это эмоция по отношению к вам, что да, с этим человеком я хочу познакомиться, должна быть достаточно устойчива от начала написания резюме, от начала его прочтения до его окончания. Ну, и, естественно, должен быть однородный взгляд на вас. Ну, то есть, например, если вы описываете свой профессиональный опыт, а в личностных качествах никак не подтверждаете, что у вас есть и качества, которые позволили вам достичь тех результатов, которые вы вверху написали, ну, тогда это не однородность вашего образа, и, скорее всего, вас не пригласят и не позовут, и в вас не заинтересуются. Поэтому в голове у работодателя должна быть единая картинка о том, какой вы человек, какой вы специалист. Дальше. Безусловно, ваши компетенции или ваши профессиональные навыки должны быть востребованы тем человеком, кому вы идете на стажировку, в проект или на работу. Ну, то есть, вы должны уметь, как я уже говорила ранее, решать какие-то задачи, которые от вас требуются. Ну, поэтому здесь это очень важно тоже учитывать. Ну, и самое важное, то, что я говорила, еще раз все-таки повторю, все, что вы пишете в резюме, оно должно быть вами подтверждено. Ну, по факту доказано. Да, потому что как только вы начинаете приукрашивать сильно, а я предполагаю, что такая вероятность может появиться, что захочется как-то рассказать о себе, но если вы это не подтвердите, ну, вы в данном случае будете неинтересны проекту, неинтересны работодателю, неинтересны основному заказчику вашей компетенции. Ну, и, соответственно, для того, чтобы вот эта картинка сложилась в голове работодателя, по факту при написании резюме и его проверке вы должны еще параллельно ответить на четыре вопроса. Кто вы с точки зрения работодателя? Ну, в данном случае я сейчас буду говорить работодатель, а вы понимаете, что это может быть какой-то руководитель проекта, руководитель стажировки, или, соответственно, какой-то клиент, который захотел воспользоваться, ну, и научить у школьников работать в каком-то определенном профессиональном направлении. Итак, кто вы с точки зрения работодателя? Какой образ вы хотите, чтобы он о вас сложил? Какие ваши навыки и компетенции могут быть им востребованы? Чем вы, как специалист, а вот давайте мы как бы вернемся к тому, что даже если у вас сейчас нет опыта работы, ребята, пожалуйста, думайте о себе уже как о профессионалах. У вас уже хорошо получаются какие-то предметы, у вас уже хорошо получаются какие-то виды деятельности. И, соответственно, вы уже там реализуете какие-то свои навыки и компетенции. Пожалуйста, да, как бы обратите на это внимание, что эти ваши навыки, эти ваши какие-то интересы и ваши компетенции тоже могут быть востребованы. Они тоже могут помочь решить какие-то определенные задачи тем работодателям, к которому вы идете. Дальше. Какие основания есть говорить о ваших достижениях? Вот здесь мы говорим о подтвержденных фактах. Ну, то есть вы уже там на Олимпиаде заработали первое место, второе, третье. Вы попробовали себя в Олимпиаде, вы получили вот такой-то опыт. Это тоже некоторые ваши достижения, некоторые ваши выводы, которые вы можете сделать. Ну и еще один очень важный момент, который, наверное, является частью нашей современной жизни. Где работодатель может увидеть информацию от вас? Поэтому здесь я рекомендую очень вам пересмотреть все ваши социальные сети. Все работодатели сейчас в социальных сетях. Они ищут информацию, они там подтверждают эту информацию. И постарайтесь все-таки, ну, как-то структурировать ваши социальные сети, чтобы там были не только едоногие картинки, какие-то там кошечки, котики, собачки и так далее, а все-таки, чтобы социальная сеть характеризовала вас как личность. На самом деле здесь есть тоже некоторые правила. Я сейчас вам расскажу прям только общее правило, как можно структурировать информацию в социальных сетях. Понятно, что более детально этим занимаются прям профессиональные специалисты, да, формированием контента в социальных сетях. Но тем не менее, информация о вас как о личности в социальных сетях может складываться из трех ключевых составляющих. Первая – вы как личность, ваши интересы, ваши хобби, ваша жизнь, да, там, личная, семейная, ваша жизнь внутри каких-то, может быть, отношений с друзьями. Это где-то 30% этой информации, которую мы выкладываем. Вторая часть – это ваши профессиональные интересы. Что вам интересно, чем вы увлекаетесь? Если у вас есть профессиональный опыт, соответственно, мы говорим о профессиональном опыте. Мы говорим о том, в чем мы интересуемся, во что мы погружаемся, и самое главное, как это влияет на наше развитие. И тоже 30%. И еще 30% – это то, что является, ну, такой, давайте назовем это саморекламой. Например, вы ищете информацию о том, в каком проекте вы поучаствовать, вы можете писать посты о том, что вас интересует с точки зрения потенциального нарабатывания опыта. Да, и вы здесь можете себя чуть-чуть порекламировать. Остается 10% из 100. Соответственно, все зависит от той задачи, которую вы перед собой ставите. Если вы ушли на каникулы, и вам не до проектов, не до работы, не до участия в каких-то образовательных процессах, в образовательных программах, вот, пожалуйста, 10% направляете в ваши какие-то личные коммуникации. Если вы говорите о том, что вы как-то хотите показать себя с точки зрения профессиональной заинтересованности, ну, соответственно, 10% вы направляете туда, да, и так дальше. Если реклама, то 10% рекламу. Ну, то есть это такие прямо общие правила, но тем не менее работающие. Поэтому пересмотрите свои социальные сети, а вдруг в этих социальных сетях вас заинтересуются и уже пригласят в какой-то интересный проект. Итак, если подводить итог тому, что мы говорили в рамках нашего курса, то хотелось бы еще обратить ваше внимание на некие общие правила того, как вы можете развиваться в вашем профессиональном самоопределении, в вашем выборе профессии. Первое, безусловно, это читать литературу, читать какие-то профессиональные статьи, искать какие-то информационные ресурсы. Старайтесь это делать регулярно для того, чтобы как-то уже нарабатывать свой собственный личный опыт экспертизы. Ну, и, естественно, наращивать ее только в пользу именно профессиональной области, которые, ну, или нескольких профессиональных областей, которые вас интересуют. Развивайте свои навыки, делайте какие-то практические упражнения. В рамках нашего курса было очень много интересных упражнений, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, да, анализируйте, сопоставляйте себя, развивайте какую-то свою насмотренность, развивайте свое аналитическое мышление. Старайтесь смотреть на себя с точки зрения, в том числе, работодателя, ну, или с точки зрения того, с кем интересно было бы пообщаться. Безусловно, в поиске людей вы должны находиться в поиске тех людей, с кем можно пообщаться по поводу профессии. Именно с точки зрения личностных качеств, с точки зрения профессиональных компетенций. Учитесь задавать вопросы. Вопросы — это наша самая главная основа, это наша коммуникация, это главный инструмент любого коммуникатора. Ну и, конечно, старайтесь все-таки получать обратную связь от результатов, которые вы получаете. Если вам ее не дают, запрашивайте. Ребят, ну, от того, как вы получите информацию о себе, о том, что у вас получается и что у вас является зоной роста, будет зависеть то, как вы будете зоной роста в ваши конкурентные преимущества перерабатывать. Ну и, безусловно, смотрите на какие-то бесплатные образовательные ресурсы, где вы уже сейчас можете получить нужную информацию в рамках вашей профессиональной деятельности, ну, по крайней мере, в рамках тех интересов, которые у вас есть. Ну и, конечно же, вы можете уже сейчас либо с помощью дорожной карты, либо просто обычным, ну, таким планом составить свой индивидуальный план развития. Это некая ваша собственная программа приоритетных целей развития, шагов и мероприятий, которые необходимы для достижения цели. Ключевым моментом индивидуального плана развития является, безусловно, цель, к которой мы хотим прийти. Вы можете составить план развития на три месяца, на полгода, на год, ну, или вот в рамках дорожной карты каждый год до достижения желаемого результата. Более того, вы смотрите на свое развитие с точки зрения развития нужных вам компетенций. А самое главное, где вы можете эти компетенции получить. То есть это либо курс, либо какие-то кружки, либо какие-то дополнительные занятия. Очень важно, чтобы в вашем индивидуальном плане развития было три самых важных предмета. В чем вы будете развиваться, что вы будете развивать компетенции, То есть в чем цель, что вы будете развивать в компетенции, и самое главное, как вы будете развивать, то есть какие инструменты развития вы будете использовать. И когда у вас сложится вот эта картинка, соответственно, четко еще для себя зафиксируйте, как вы будете оценивать свое развитие по этим целям, по этим компетенциям и по этим действиям. Ну то есть каким критерием вы можете понять, что да, вы двигаетесь по намеченному плану, что да, вы развиваетесь по намеченному плану и идете к достижению своей цели. И безусловно, если вы будете выполнять эти простые рекомендации и пользоваться теми лайфхаками, которые мы рассмотрели в рамках нашего курса, у вас будет результат, у вас будет успех, вы будете планомерно двигаться к тому, что вы хотите, и реализовываться в той профессии, которую вы выбрали в своей жизни. Ребят, я вам желаю огромного успеха, пусть все упражнения, которые мы с вами проходили, задания, которые вы выполняли, они будут на пользу в развитии ваших компетенций. И в окончании нашего курса я хочу предложить вам посмотреть документально-постановочный проект о выборе профессии. Он так и называется, профориентация. Этот фильм для тех, кто ищет путь к совершенству, он поставлен с точки зрения разных сторон. Это и родители, и школьники, и потенциальные работодатели. И он создан в молодежной видеостудии «Шаг в будущее» город Ижевск. Приятного вам просмотра и еще раз успехов в вашем профессиональном самоопределении. Настенька, у тебя бабушка была врачом. Я всю жизнь в медицине. У папы своя клиника. Медицина всегда была и будет востребована. Это стабильность, заработок, уважение. Главное ведь ЕГЭ сдать. С трудоустройством проблем не будет. Ну что ты нашла в своей литературе, дочь? Мама, ну какая медицина? У нас химичка как ушла в бизнес, так уже третий месяц и мы проводятся уроки. А биологичка вообще третий за два года. Я не сдам эти экзамены. Хорошо, но кем ты станешь? Учителем русского языка? Это за 25 рублей? Мы найдем репетиторов. Елена Васильевна, она не просто филолог. Она учитель от бога. Я в Москву хочу. В Питер на худой конец. Что мне ловить в этом городе? Платить ипотеку за эту квартиру? Горбатиться за чашку супа? Пап, что ты видел в своей жизни, кроме своей работы? Дом, работа, по выходным огород. А что, в Москве булки на дереве растут? Где ты собираешься жить? В ГИТИС поступлю. На актерский. Вот сдам экзамены и поступлю. Какой ГИТИС? Там все куплено. Ты знаешь, как там актрисы роли получают? Здесь тоже можно жить. Работать надо. Я думаю насчет профессии декоратора. Есть небольшие наметки, но все-таки пока не знаю. Точно определился с вузом. Ну, в какой стране буду учиться. Хочу работать в сфере IT, в веб-программировании, в верстке. Направление дизайна в качестве профессии, а именно работа в Adobe Photoshop. В данный момент я еще не определился. Надо, наверное, подумать. Обычно мне никто не советует профессию. Больше волнуется о ближайшем сдаче экзаменов. Я планирую поступать в технический вуз, несмотря на то, что я учусь в гуманитарном классе. И у нас в 10-м и в 11-м классах не было ни информатики, ни физики. Но я самостоятельно буду эти предметы учить, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в столичные вузы. Это очень трудно для меня, и я еще в процессе раздумьях. Я хочу стать тренером по спортивным танцам. Хочу стать оперополномоченным. Я еще не определил свою профессию, но хочу связать ее с муниципальным управлением. Прежде всего пойду преподавать английский язык в частную школу. Я уже определился в 10-м классе ровно год назад. Тогда я понял, что я хотел поступить в МЕД. Животные – это те существа, которые не могут сказать, что у них болит. А я очень хочу им помогать в этом плане. И я хочу стать ветеринаром. Не определюсь с выбором профессии. Не знаю, куда поступать. С какого возраста вы начали разговаривать со своим ребенком о выборе профессии? Где-то в подростковом возрасте уже. А вообще о профессиях-то как-то мы, ну, рано, с младенческих лет буквально говорили. О какой-то профессии, например, идем и разговариваем. В форме игры, в форме каких-то книжек, стихотворений. Просто объясняла, откуда что берется и кто это делает. Наверное, первый раз мы с ней года в три-четыре. А девочки, они мечтательницы. Девочки, они любят размышлять, кто кем будет. Вот, ну, наверное, где-то так. С пяти-шестилетнего возраста в семье родители должны обратить внимание, какие есть склонности у ребенка. Начальная школа, первый-второй класс. Обязательно, чтобы дети побывали в различных студиях, в кружках. Если ребенок никогда не брал кисточку, не рисовал, вряд ли в нем проснется такая способность. В первую очередь, это нужно задуматься родителям, создать условия. Чем раньше, тем лучше. Тенденция к тому, что действительно будет профилизация, и будут уже в старших классах возможность обучать те выбранные предметы, которые больше всего подходят к сдаче ЕГЭ. Восьмые, девятые классы, когда учащийся определяется с профильным обучением в зависимости от того, в какой профессиональной деятельности он себя видит в будущем. Конечно же, сейчас происходит некоторая сдвижка в сторону увеличения этого возраста, и это происходит позднее, если это не выстроена система образовательных организаций, в которых находится ребенок. Сегодня государство уделяет большое внимание профориентации школьников. В частности, вот этот федеральный проект «Билет будущего». Это и есть концепция и программа ранее профориентации школьников. Или проект «Большая перемена», где тоже участвуют, начиная буквально с шестого, седьмого класса. Это настолько практикоориентированный проект. Выполняя определенные практические задания и деятельность, ребенок все-таки определяется, что ему более интересно. Наша задача управления образованием – объединение всех ресурсов, которые есть в городе Ижевске по профориентации. Работа в школе, она в первую очередь строится на тех методических рекомендациях, которые нам, как правило, присылают для того, чтобы мы могли организовать, составить план работы. Если говорить о федеральных проектах, которые я знаю, это проектория «Билет в будущее», «Большая перемена», по факту они создают вау-эффекты какой-то массовизации. Если не создана система поддержки таких детей в проекте, где не созданы службы наставников, тьютеров, еще кого-то, которые могли бы детей доводить до конкретного результата, то, соответственно, будут отчитываться самыми простыми примерами. Это сколько классов вошло в этот проект. Насколько эффективен результат, и насколько действительно смогли ли школьники самоопределиться, это лучше, наверное, даже спросить самих школьников. В прошлом году мы ходили в ДДЮТ, и там у нас было три пары по четвергам, три недели это продолжалось. Это, конечно, очень помогло, но, к сожалению, я выбрала немного не то, что нужно было выбрать. В нашей школе, ну, почти ничего не проводится, но и тогда, может быть. Я слышала про какие-то профориентационные программы в нашей школе, но лично в них не участвовала. Мне кажется, это в большей мере ненужным и бесполезным. Чаще всего это собеседование с учениками различных университетов. В рамках школы я знаю всего лишь, наверное, один проект «Большая перемена». В нем я хотела участвовать, но у меня не было времени и возможностей, так скажем. Как вы думаете, чья обязанность вести профориентационную работу? Ну, смотря как к этому вопросу подойти. Если, конечно, в масштабах страны или города, то, наверное, какие-то учебные заведения, школы, наверное. А если рассматривать как бы судьбу лично твоего ребенка, то, конечно, да, родитель должен начинать этот разговор. Прежде всего родителей, потом, может быть, школы. Все-таки главную роль в профориентации ребенка играют родители. Потому что в основе профессионального самоопределения лежит все-таки личностное самоопределение. А формируется личность прежде всего в семье. Сложный вопрос. Мне кажется, что должна заниматься семья и сам ребенок. То, что касается организаций государственных, и, кстати, не только государственных, но и частных, не хватает ресурсов, чтобы обеспечить всю полноту. Но семья и в данном случае родители и ребенок, они, конечно же, могут это себе обеспечить. Именно в семье формируется вот эта ответственность, возможность сделать шаг навстречу своему будущему. Дети, которые под гиперопекой, вообще не в состоянии ориентироваться в жизни взрослой. Особенно в таком сложном вопросе, как выбор профессии. И если эта гиперопека становится в начальной школе и дальше продолжается, то ребенок в старшем звене абсолютно не готов принять самостоятельный выбор. Значение школы достаточно велико. Школа знакомит детей с профессиями, с вузами, с УЗами, которые есть в нашем городе, в России. И психолог в школе, который занимается этой работой, как правило, это психолог все-таки, да, потому что и проводят тестирование, и проводят личные консультации, когда трудности какие-то, может быть, в девятом, в одиннадцатом классе у ребят. Кому как не родителю лучше знать, какой ребенок, какие у него тайные мысли, какие у него увлечения. Потому что зачастую увлечение становится ведь и в профессии очень часто. Для меня правильная профориентация состоит в том, что это обязательно пробное действие. С 2005 года я ввела такое понятие, как профессиональные пробы, и даже в такую позицию вводила социальный продюсер, как посредник между школой и социумом. Системно в школе это тоже можно выстроить. Но при этом школа должна измениться, и школа должна измениться в соностройку с индивидуальным выбором ребенка и семьи. Увы, таких примеров мало. Школа, в которой училась моя дочь, проводила тестирование по профориентации. Более того, было интересно, что они проводили это в виде трех ступеней, в девятом, в десятом и в одиннадцатом классах. Не могу сказать, что конкретно моя дочь получила от этого большую пользу. По крайней мере, ее мнение об этом было скорее негативно. То есть она не вынесла для себя из этих тестов никакого ответа на свои вопросы. Кем бы она могла стать, какая у нее направленность и в какую сторону ей стоит развиваться. В определенном возрасте, когда только-только формируются интересы и вот это понимание, тесты не дадут того результата, на который ребенок рассчитывает. Тестирование не является тем важнейшим, что ли, или основным методом профориентации ребенка. Самое главное в профориентации школьников – это развитие интересов. К этому нельзя подходить массово. Это не может быть огромный проект. Это скорее индивидуальная работа с каждым ребенком. Мне, например, приходилось находить 56 мест реальных профессиональных проб для того, чтобы ребенок не мифически представил эту профессию, а чтобы он, ну просто оказавшись в коллективе, в трудовом, мог спросить какие-то нюансы, о которых я не знаю. То есть это достаточно трудозатратная история. С одной стороны, конечно, во всем очень интересно бы поучаствовать, но есть реальный дефицит времени. И дефицит тех специалистов, которые могли бы качественно проект сопровождать. Даже тот же проект «Билет в будущее», он требует времени для того, чтобы навигатор смог пройти все ссылки, смог зарегистрироваться. Он должен пройти обучение обязательно, а потом загрузить персональные данные. Они все сегодня так просто дают согласие на это участие. Конечно, хотелось бы более, скажем, централизовать нормативную базу. Может быть, возможно, какие-то дополнительные штатные единицы ввести. Если школа это не делает, то, соответственно, появляются частные организации, которые это будут делать. И я вижу, что уже сейчас тренд на это пошел. По крайней мере, в ближайшее время, думаю, что любой родитель будет готов платить деньги той частной организации, которая будет выстраивать вот такие профессиональные пробы ребенка. Здесь нельзя как бы сводить, что кто-то должен только один заниматься. Либо школа, либо государство, либо родители, либо сам ребенок. Это должно быть в совокупности. Наверное, это должна быть некая структура. Некая структура, скорее всего, она должна быть государственная. Все-таки государство у нас владеет информацией в полноте по поводу социального вообще строения и устройства нашего общества. Но это должна быть некая экспертная организация, которая вбирает в себя информацию всех заинтересованных сторон. Как вы думаете, ваше мнение важно для вашего ребенка? Я думаю, что да. Потому что как-то вот так сложились отношения у нас, в нашей семье, что мы прислушивались. То, что они к нему прислушиваются, это однозначно да. Но вот будут ли они делать так, как говорит папа или нет, это уже вопрос второй. Наверное, ее амбиции и ее, так скажем, пожелания, они могут разниться с папинами. Но то, что мое мнение для них авторитетно, я на это очень надеюсь. В выборе профессии, скорее всего, я не особо прислушиваюсь к родителям. Больше, наверное, слушаю либо друзей, либо пытаюсь выбрать сама, понять, что мне интересно, что мне не надоест, по крайней мере, в течение жизни. Меня больше наталкивает отец на выбор профессии, типа плавания там и так далее, то есть связанное с морем и океаном. Помогал папа, но как-то я сам до этого дошел. Родственники в том числе помогли, но в основном сам. Больше прислушиваюсь к своему, наверное, мнению. Своё собственное желание, в первую очередь. Мое хотение быть ветеринаром. Мнение одноклассников, оно не учитывалось, так же, как и у учителей. Мне это посоветовала моя мама, и я думаю, что я с ней согласен. Скорее, это было мое личное какое-то рвение, и на самом деле оно противоречит мнению моих близких людей. Своим родителям, которые чаще всего подсказывают мне верные решения. Многие родственники, получается, конструкторы. И вот я, получается, иду по стопам. Мне в большинстве помогала моя мама. Мы долго обсуждали то, куда мне будет лучше пойти, какие экзамены сдавать. Прислушиваюсь бы, наверное, к какому-то, может быть, внутреннему голосу. Так как я всё-таки строгий папа, старшей дочери, конечно, я сказал, что, доченька, ты будешь учиться вот в этом учебном заведении и вот на таком факультете. Она закончила Казанский федеральный университет на факультете политологии. Но дальше она сказала, пап, я чётко выдержала наши договорённости, я тебя послушала и уже пошла учиться по той специальности, которую выбрала она. Авторитет родителей, если очень высок, он идёт как бы по течению, он идёт туда, куда сказали родители. Но пока тенденция показывает, что, в принципе, в большей части принимают решения в девятом классе за детей наших родителей, берут на себя эту ответственность, определяют, куда ребёнок пойдёт. А вот 10-11 уже в силу того, что всё-таки уже произошла профилизация, как правило, 11-ти классники готовы выбор сделать более осознанно, самостоятельно, без участия родителей. Родитель не всегда сейчас осведомлён во всех тех тенденциях, которые происходят в мире. И задача состоит в первую очередь в том, чтобы они не навешивали свои стереотипы на ребёнка, который будет жить, ну, честно говоря, вообще в другом мире, да, а не в том мире, в котором они жили. Соглашусь с тем, что родителей надо учить. То есть я вообще про то, что должен быть какой-то лекторий для родителей. Обсуждала ли школа с вами вопросы профориентации? Было такое, вспоминаю, и предлагали уже встречи с какими-то учебными заведениями. Нет, конечно. Ну, вы знаете, сказать, что школа с нами что-то обсуждает, я не скажу. Пола может спросить нашего мнения. К сожалению, в этом возрасте, о котором мы говорим, в возрасте поиска профессии, примерно в 10 лет, представьте себе, как будто вам подменили ребёнка. Был чудесный ребёнок, появился инопланетянин, который там волосы красит в зелёный цвет, который там грубит, отвечает и так далее. В этом никто не виноват, просто дети сепарируются в этом возрасте. И вы знаете, грустная история для нас родителей. Мы для них, к сожалению, не авторитеты. То есть вот задача родителей, если у него нету, например, возможности что-то посоветовать ребёнку, это, например, показать каких-то значимых взрослых, которые могли бы рассказать о том, как он становился в профессии. Или показать как образец, например, характера. То есть вот это очень важно. Первое – помогать. Второе – не мешать. И третье – если нету вот такого доверия и контакта, а это очень часто бывает в этом возрасте, то просто создавать встречу вот с такими значимыми людьми для того, чтобы иметь эти образцы. И четвёртое – идти к специалистам. Психологам, профориентаторам, тьютерам, карьерным консультантам, если эта проблема действительно актуальна. Обращались ли вы к специалистам-профориентологам по вопросам выбора профессии своего ребёнка? Что-то я тут трудняюсь ответить. Скорее всего, нет, наверное. Да, обращалась. Это нейролингвинистический анализ возможностей мозга. И что нам очень понравилось, человеческий фактор там сведён к нулю. То есть полностью все возможности и навыки ребёнка определяются через выполнение определённых заданий. Компьютерная диагностика нам вывела все возможные профессии. Плюс параллельно мы видели, в каких вузах можно получить эти профессии. И плюс мы видели актуальность этих профессий согласно атласа профессий будущего. Конечно, потрясающая возможность. К сожалению, очень недешёвая. В чём принципиальная разница и профориентолог, и карьерный консультант, и психолог, они чаще всего бывают в такой консультационной позиции и нету сопровождения. Главная задача, чем мы отличаемся от всех других профессий, именно в сопровождении этого движения. Именно через это формируются три главных качества результата, к которым мы приходим. Это такие базовые характеристики, которые тьютер формирует у ребёнка. Ответственность, самостоятельность, инициативность. Если ребёнка оставить одного в этом движении к собственной цели, он, конечно, теряется. Мир взрослый, мир достаточно жестокий бывает к детям. И поэтому очень важен вот такой взрослый человек, который помогает ему проходить вот этот опыт первого самостоятельного придумывания чего-то своего и доведения его до конечного результата. Как вы думаете, что может помешать ребёнку при поступлении в учебное заведение? Да всё, что угодно на самом деле. И собственная лень, масса любых других причин, неумение что-то выбрать, отсутствие поддержки родителей. Но самый главный, на мой взгляд, бич – это современная система ЕГЭ. Абсолютно убеждена, что она лишает современных подростков вообще какой-либо мотивации чего-либо добиваться. Моя собственная дочь, успешно достаточно сдав экзамены ЕГЭ, выбирала себе вуз не по своим интересам, а по количеству набранных баллов. И, к сожалению, выбор рядом даже не совпал с тем, что она в итоге хотела добиться. К сожалению, вся система профориентационной работы, то, как я это видела, как родитель троих детей, не располагает вообще доверием ни разу, не выработан ни алгоритм действий, нет вообще ощущения какой-то поддержки и помощи. Получается, что это всё как будто делается для галочки. Вы помните, в 90-х годах очень модно было, все учились на юристов, на менеджеров и так далее, как бы, да? А где сантехники, а где слесаря, а где токари, а где люди, которые умеют работать руками? Поэтому значимость и важность профориентации на сегодняшний день, я считаю, одним из ключевых моментов, на которые нужно обратить внимание и с которым нужно работать. Самое главное сегодня не столько профессиональные навыки, а сколько коммуникационные способности, умение работать в команде. Вот эти гибкие, тоже мягкие навыки очень важны, а здесь большую роль играют как раз родители. Самый главный навык для детей, для людей в целом, это навык социальных коммуникаций. Уметь говорить, разговаривать так, чтобы тебя слышали, чтобы тебя слушали и чтобы тебя понимали. И тогда ты, я думаю, что найдёшь свою дорогу в жизни. Я думаю, что каждый из вас в своей жизни благодарен какому-то одному учителю, который ему помог сделать этот выбор, правильный выбор. Так вот, я хочу обратиться ко всем взрослым, не забывайте о том, что вы являетесь примером для своих детей, для других детей. И если мы будем подавать эти примеры, может быть, и тогда и не будет вопросов о том, а нужен ли нам профориентолог, нужен ли нам там ещё какой-то другой специалист. Просто будут образцы, на которые они будут смотреть и будут учиться жизни. Мы все хотим, чтобы наши дети были очень успешными. Все хотим. И мало кто из родителей всё-таки понимает, что важнее, чтобы ребёнок был в первую очередь счастливым. А что это значит? Это значит, что ребёнку надо помочь найти то дело, которым бы он горел, которое бы ему искренне нравилось. Они должны найти такое дело, которое им хочется делать с огромным удовольствием каждый день. А если это дело ещё приносит пользу людям, то это вообще очень круто. А если ещё с помощью этого дела они смогут зарабатывать себе на жизнь и жить достаточно достойно, то это просто высший пилотаж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok